Премьера шоу, в котором задействованы практически все чемпионы, состоялась. Вы, кстати, Аня, впервые сотрудничаете с Ильей Авербухом. Именно он ставил вам номер для ледового шоу. Было предложено, я знаю, что несколько вариантов, но вы выбрали молитву на стихи Акуджавы. Почему именно ее? Этот вариант мне принес как раз Илья Авербуха во время постановки, дал мне послушать музыку, сразу рассказал свою идею, мне очень понравилось. И во время постановки у нас была такая, я бы сказала, совместная работа. То есть он очень прислушивался ко мне, какие-то мои идеи тоже использовали, поэтому очень понравилось вместе сотрудничать. Было много очень, кстати, вот именно ваших идей реализовано в этом номере. Ну, постановка, конечно, больше от Ильи шла, но я тоже какие-то идеи вносила, поэтому для меня тоже такой немного новый опыт. Кстати, мы вот привыкли вас видеть именно вот таком в драматическом образе. Была ли цель именно в ледовом шоу вот как-то поменять свой образ? Мне кажется, что даже за время одного проката я уже несколько раз как бы меняюсь в образе, так что в любом случае у меня есть задача, и я очень стараюсь передать ее так, чтобы зрители не остались равнодушными. Женя, вы же наоборот уже не первый раз принимаете участие в ледовых шоу. Слышала, что на этот раз вы не стали готовить новый номер. Вот с чем это связано? Связано с тем, что оба номера, которые я катаю, то есть у нас и в первом отделении мы катаем номер, в своем втором отделении мы катаем номер, они свежие, то есть они не закатанные, я не так много их показывала, поэтому хотелось бы показать именно накатанный вариант такой финальный. И, так сказать, на десерт оставили во втором отделении номер под вокал прекрасной хиблы Гитзмавы, под композицию Граци, итальянский язык, широкий, опера на льду звучит просто потрясающе, и как-то душа поет. И как раз-таки это постановка Ильи Авербуха, так как первый номер ставили с командой Ильи Георгиевны, Кармен, то есть это две такие разные постановки в разных стилях, так что во втором отделении я катаю именно постановку Ильи Авербуха, и в зал реагируют, значит, все хорошо получается вроде как. Женя, у вас уже есть практика в парном катании, у вас, Аня, наоборот, нет. Вот скажите, всегда в одиночном катании, а тут сразу групповое катание. Какие ощущения, эмоции? Ну, свои сольные номера катать я уже привыкла, это для меня что-то обычное уже, хотя я все равно, конечно, волнуюсь перед выходом на лед, ну, а да, групповые номера у нас есть, это, да, что-то новое, но мне все подсказывают, помогают, так что потихоньку вливаюсь в это все. Вы, кстати, Женя, тоже говорили, что вас это шоу вот чем-то удивило, хотя уже была практика в парном катании. Немножечко необычный формат, да, мы выходим так же, как и обычные, катаем шоу, то есть нас вызывает налет, мы катаем свои номера и уходим со льда, и так друг за другом. Но опять-таки вот эта вот интеграция групповых номеров, в принципе, в российских шоу для меня это впервые, и для зрителя это тоже довольно-таки что-то новое, и вообще мы заметили, что народ очень хорошо реагирует на то, когда девочки, например, все девочки шоу выходят на один лед, там, одиночница, танцор, шипарница, и это вот что-то необычное, что-то новое по эмоциям, и зрители реагируют, зрители нравятся, пищат-верещат, у нас еще такой номер очень женственный, так что если хотите посмотреть, приходите. Обязательно. Ну и последний вопрос. Есть время для отдыха? Если есть, то как вы проводите в Сочи? Время для отдыха у нас очень-очень мало. Если есть силы и какое-то желание, мы поднимаемся в горы, мы ездим на море, мы собираемся с ребятами, ходим в баню иногда, ну вот пытаемся преисполниться природой сочинской и непосредственно Красной Поляной, конечно, места там потрясающие. Удачных выступлений и спасибо за интервью. Спасибо большое. Спасибо.